Всем привет, дорогие мои! С вами Фия. Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Сегодня мы с вами посмотрим на бюджетный тональный крем от фирмы Glam Bee. Сегодня я хотела бы рассказать о своих впечатлениях от этого тонального крема. Обещаю, я сегодня буду краткая в своем обзоре, потому что иногда бывает слишком много букв. Сегодня все будет по делу и рассказано по обстоятельствам. Давайте посмотрим на внешний вид. Вот так выглядит логотип Glam Bee. Эта фирма представлена в сети магазинов Evo. Я уверена, в любую Еву, если вы зайдете, вы найдете полочку от этой торговой марки Glam Bee. Существует очень много продуктов, помад, туши для ресниц, румян. Но у меня сегодня на обзоре вот небольшая такая вот бутылочка тонального крема под названием Matte Control в оттенке Light Beige. Также здесь нам обещает производитель мотирования. Long Lasting, продолжительность носки и Conceal, то есть еще он кроющий. Поэтому сегодня мы проверим, все ли, как обещает производитель. Как я говорила, у меня оттенок Light Beige. Это самый светлый оттенок. Хотя его самым светлым далеко не назовешь, потому что он все-таки имеет немножко темноватый оттенок. Я его чуть-чуть позже покажу. В принципе, вы можете и сейчас его видеть на моем лице, но так как я немного загоревшая, этот тональный крем неплохо подходит. Но если бы я им пользовалась зимой, то было бы совсем очевидно, где граница с тональным кремом, а где с шеей и так далее. Здесь предоставлен объем в размере 30 миллилитров. Также, что мне нравится, здесь указано, когда было изготовлено и до какого срока его лучше всего употребить. Также здесь вы найдете полный его состав и другие-другие интересные факты о нем. Давайте его все-таки уже откроем наконец-то. Потом мы видим вот такую вот пипеточку. Она меня сразу отсылает к детству, когда я болела из-за капли, похожей пипеткой, капли в нос. Поэтому странные ощущения. И почему-то я не уверена, насколько это оправдано. Потому что если закрывать тональный крем, то бывает часто с вот этой вот стеночки пипетки, бывают выливаются излишки тонального крема. И это бывает не совсем классным. Поэтому пипетка здесь не особо оправдана. Хотя это сейчас погоня за модными трендами. Вот так она выглядит. Вот можно аккуратненько нажимать и будет выходить такая вот капелька тонального крема. Лично мне кажется, было бы намного удобнее просто сделать стандартный формат тонального крема, где можно было просто немножко себе набирать из тюбика и пользоваться. А здесь, видите, вот такая вот пипеточка. Так выглядит на руке. Вот так. Сейчас поближе покажем. Вот такой это самый светлый оттенок. Хотя вы видите, что он имеет немножко такой желтоватый подтон. И мы его растушевываем. Как я говорила, сейчас у меня кожа немножко загоревшая. Поэтому вы видите, как он полностью сливается с моим тоном. И вообще не видно, где мой цвет и где цвет крема. Только единственное, что можно сказать. Немножко там, где нанесен крем, он немножко переливается и светится. А в целом он вот так вот очень неплохо перекрывает. Хотя на свету, если уж сильно пересмотреться, есть небольшой оттенок, который все-таки выдает, что это тональный крем. Поэтому я его абсолютно не могу бы рекомендовать белоснежкам, так сказать. Потому что будет явно очевидно присутствие тонального крема. Поэтому этот оттенок и вообще вот эти тональные кремы, они все-таки рассчитаны на более смуглых девушек. И вообще, если меня сейчас унесет другую тему, это тема светлого тонального крема для светлокожих девушек. Потому что найти тональный крем, чтобы не желтил и не развил, это особая эпопея. Поэтому у меня мало тональных кремов, потому что с ними очень легко ошибиться. И в том числе этот тональный крем все-таки, хоть и он достаточно близок к моему цвету кожи нынешнему, все равно есть немножко желтизны. Поэтому не для белоснежек. По поводу кроющих срез, как здесь было заявлено, я бы не сказала. Он достаточно наносится легко и им особо не закамуфлируешь. Разве что наносить слоями. Да, будет такой слоеный пирожок. Помимо всего, мотирование, я бы не сказала, как я вам уже показывала, он немножко... Так, он сейчас чуть-чуть подзастыл, но все равно есть чуть-чуть такого перелива. Ну ладно, можно считать как бы да. Окей, мотирование и насколько он долго держится. Держится он, в принципе, нормально, но он и не держится сверхъестественно, как какой-то очень дорогой продукт. Можно сказать, достаточно такой средний продукт, но для тех, кто хочет поэкспериментировать и кому интересно, обязательно можете себе подобрать оттенок, который вам подойдет и дать шанс этому продукту. Хотя я бы не сказала, что он чем-то сверхъестественен. Обычный тональный крем, который по стоимости... Кстати, по стоимости. Стоимость у него порядка 80 гривен. Это не такая уж катастрофическая цена. Плюс ко всему... Можно и поэкспериментировать, почему бы и нет.